здравствуйте сегодня 6 марта 2022 года 9 часов 38 минут утра солнечная погода есть облака на небе между облаками солнце пробивается к земле и дает тепло ночью сыпался с неба сыпал с неба небольшой такой снег крупинками ветра почти нет есть слабенький такой едва заметный северный ветер вчера вечером выходил во двор на пороге своего дома давал котам покушать и увидел вспышки света со стороны чернигова вот дорога которая идет из чернигова на новгород северский там есть такое такая остановка автобуса 7 километр называется там дачный поселок вот приблизительно в том районе вспышки света были и такой отдаленный не сильный грохот происходил вероятнее всего что с того направления выстрелы из пушек делали по чернигову сейчас у нас селе электричества нет оказывается что вот этими танками российскими подбили столбы электропередачи и столбы упали из-за этого оборвались провода и нет электричества вчера около пяти часов дня кратковременно где-то на секунду была попытка включить электричество я не знаю может быть это где-то по резервной какой-то линии в обход тех поврежденных столбов или столбы эти попытались восстановить и была попытка включить электричество но не получилось может быть сегодня при хорошей такой теплой погоде удастся это электричество включить я сейчас нахожусь в саду у себя еще тут такое место где поменьше ветер дует чтобы микрофон не задувало и чтобы хорошо было слышно и сейчас слышны выстрелы громыхание такое от вы от выстрелов это направление в сторону значит седнего и туда заседние есть такой населенный пункт борзна это черниговская область значит черниговский район наверное а может быть уже и нет борзнянский район борзна и дальше туда вот дорога которая идет на новгород северский вот выстрелы идут оттуда туда далековато большое расстояние но грохот с такой регулярностью но в пять в десять секунд или в 20 секунд вот сейчас было слышно как выстрелы вероятнее всего что из пушек стреляют по сообщениям украинского радио но так называется радиовещательная станция которая находится в киеве на крещатике 26 украинское радио это такое название и оттуда придали сообщение через черниговский радиовещательный центр на через телево через башню и телерадио башню черниговскую передали сообщение что идут очень ожесточенные бои под киевом населенные пункты ворзель ирпень и гастомель там идут очень тяжелые боевые действия российские войска пытаются проникнуть в киев с этого направления эта дорога идет через пущу водицу такой лес есть большой сосновый старинный со стороны гастомеля пытаются войти в киев разрушается и сам гастомель бомбиться и самолеты там летают российские тоже бомбят пытаются уничтожать украинские вооруженные силы чтобы освободить проход и мирное население страдает из-за того что снаряды падают на дома и есть человеческие жертвы и дома разрушены мирных жителей но там частный сектор там высокоэтажных домов нет хотя в репине есть высокий высокоэтажные дома но это новые постройки и там в этих домах из-за попадания снарядов происходят пожары и естественно что есть человеческие жертвы от того что снаряды попадают сейчас в селе по дороге из моего села по направлению на райцентр репки идет колонна российских войск вот я сейчас подхожу к забору и видно как они едут по этой дороге не знаю будет слышно микрофон или нет слышно наверное гудение транспорта едут грузовые машины гудят и наверное подкрепление этих российских войск идет туда вот в сторону чернигова ну это с севера в чернигов пытается войти сегодня такая погода будет более менее приличная по сравнению со вчерашним днем потеплела чуть-чуть из-за того что солнце появилось между облаками пробивается хотя облачность довольно сильная и неприятно то что практически всю ночь обстреливали и чернигов и ожесточенные бои идут в сумской области ахтырка обстреливается там героически украинский народ сопротивляется этой захватнической войне бомбят и ахтырку обстреливают ее и сумы и другие города сумской области и боевые действия идут в харькове вот и на атомных электростанциях которые в чернобыле и которые в запорожье под запорожье без такой город энергодар вот там вот есть российские захватчики которые пытаются шантажировать украину тем что они взорвут эти атомные станции и таким образом устроят отравление украинской территории ядерными вот этими радиоактивными веществами и практически шантажирует весь мир чтобы пошли на уступки кремлю и чтобы украина капитулировала под угрозой того что могут быть взорваны энергоблоки на атомных станциях вот такая идет коварная подлая война которую развязал сумасшедший карлик пришибленный этот психопат и параноик сидящий в норе высоко точнее сказать глубоко в горах за уралом или или на урале где он там прячется и их он все это объясняет тем что только контрактники и только кадровые офицеры несут службу вот в этих вооруженных значит войсках российских а на самом деле оказалось что там есть и восемнадцатилетние девятнадцатилетние парни которых призвали на службу значит в российскую армию и им там подсунули или задним числом или они даже не подписывали эти контракты по которым они якобы вот должны нести службу и значит выполнять приказы своего руководства участвовать в боевых действиях но фактически в войне на территории украины так что обман сплошной ну как обычно их там нет и все войска без российского флага и теперь даже советский флаг уже не поднимают а просто военные машины и танки и бронетранспортеры бтрэры ездят и без каких-либо опознавательных признаков то есть такая вот их там нетовская война идет со стороны россии а всем рассказывают что они самые мирные самые белые самые пушистые и только за мир и только за то чтобы был мир во всем мире а на самом деле бандиты захватчики татаро-монголы и менталитет татаро-монгольский обманом подлостью и коварством захапать чужое присвоить чужое захватить чужую землю захватить чужие территории чужое имущество занимается мародерством в сумской области грабит магазины напивается спиртным которые они там в магазинах забирают или взламывают магазины и влезают в эти магазины и забирают продукты и у людей отнимают мобильные телефоны для того чтобы люди не могли связываться друг с другом и передавать сообщения о том как там эти российские вояки воюют и где они находятся и продукты которые вот есть в магазинах и крупы тянут и в общем все съедобно что там есть эти голодранцы и нищеброды которые вошли войной на территорию украины все это из магазинов тащат потому что самим жрать нечего и им нет поставки продуктов питания со стороны россии вот так что все что где украли где нашли то и жрут вот такие вот вояки странные которые пришли типа с освободительной военной операции на территории украины для того чтобы здесь защитить украинское население вот бандеровцев или бендеровцев и таким образом несут русский мир вооруженные силы украины героически сопротивляются этой черной фашистской этой чуме которая пришла на украину с территории россии не объявленной войной 24 февраля 2022 года в 5 часов утра ну вот по некоторым сообщениям говорят что в 5 часов утра то есть 4 часа утра уже где-то на границе они уже появились и стали заходить на территорию украины и выбивают даже из некоторых населенных пунктов вот этих вот захватчиков и выгоняют их из захваченных городов то есть вот в херсоне идут тяжелые бои и херсон в котором пытались российские эти войска провести типа референдума для раздачи продуктов питания ну как бы гуманитарная помощь и под этот шумок сделать видеокартинку и передать ее для российского телевидения чтобы показать что какие они хорошие что вот они пришли на территорию украины и раздают здесь продукты питания голодающему украинскому населению и местное население жители украины не стали брать эти подачки и ничего не получилось с этим как бы референдумом для продолжения херсонской народной республики и украинские вооруженные силы выбили из херсона вот эту вот черную чуму фашистскую рашистскую которая напала не объявленной войной на украину на суверенное свободное независимое государство слава героям украины слава защитникам украины и слава всем здравомыслящим людям во всем мире которые оказывают нам помощь и военную и финансовую и экономическую и политическую и своими решениями по санкциям и по эмбарго угнетают этого коварного подлого врага чтобы не допустить эту рашистскую чуму на территорию европы и чтобы не развязалась третья мировая война всего вам хорошего до свидания и до следующих выпусков моих сообщений выпусков моих сообщений